Здравия, дорогие друзья! Мы продолжаем сегодня беседу с нашим посланником из будущего Вячеслав. И на одной из наших встреч Вячеслав рассказал нам о том, что для того, чтобы выйти в новое четвертое измерение, нужно очистить свое тело, потому что тело определяет наше сознание, наш дух, наше восприятие. Поступило много вопросов от наших зрителей, которые попросили, чтобы ты рассказал о том, как ты видишь, максимально эффективно можно почистить тело для того, чтобы подготовить себя к переходу в это четвертое измерение. Потому что сегодня очень много таких техник, очистительных, много практик, чтобы не заблудиться именно от тебя, тот человек, который вещает этот процесс, который сам прошел это, имеешь опыт, и твои ученики. Поделись с нами, пожалуйста, вот этим опытом, как очистить свое тело для того, чтобы поднять свои вибрации и перейти на новый уровень. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала Ярослава. Мне очень приятно очередной раз с ним встречаться и отвечать на его вопросы, и отвечать на вопросы слушателей в группе. Один из основных, можно сказать, таких актуальных тем в данный момент, особенно среди круга людей, пробуждающихся и осознающих и себя, и свое тело, и, можно сказать, коллективное сознание, такое, да, как дух, который мы пытаемся понять, почувствовать в себе. Я занимаюсь этим вопросом довольно-таки долго уже по поводу расширения сознания, осознанности, и стараюсь делиться всем тем, что я ощущаю, познаю, чувствую. У меня есть очень много соратников, которым мы делимся этим опытом. И один из основных аспектов пробуждения осознанности есть очистка тела. Очистка тела должна происходить не только физическая, как очень много людей считают, что можно просто медитировать или можно просто научиться дышать пранаяма в дыхании, да, более глубокое и осознанное. Но для этого нужно еще очень важно, это очистка физического тела, потому что если вы имеете определенное состояние, извиняюсь, так быстро переключаем камеру, если вы имеете определенное внутреннее состояние дискомфорта, если вы чувствуете, что у вас какие-то органы работают ненормально, идет сбой, да, нет правильного протекания энергии через тела, если есть определенное состояние давления, или есть, может быть, состояние какое-то покалывание, это показатель того, что ваше тело загрязнено. В нем могут находиться или токсины, или шлаки, или какие-то находящиеся даже в пище, казалось бы, довольно большие, сыроедческие, да, может быть очень много определенных элементов, которые подходят вашему организму, которые организм ваш ощущает, особенно людей, которые пробуждаются, они очень чувствительны и становятся внешним продуктом, повышается уровень ощущения вкуса, очень высокий уровень вкуса у таких людей, просто гамма вкусовых параметров увеличивается, запах, точно так же увеличивается состояние отсязания, обаяния, вот этих всех уровней восприятия мира, диапазон вашего восприятия, он расширяется, и у вас ощущение появляется, что организму нужно еще очищаться, и нельзя резко делать какие-то голодания организму, или резко убирать какие-то продукты. Здесь очень важно понять, что есть, вначале вы должны задать себе вопрос, зачем вы очищаетесь, что это вам в конечном итоге даст, какая ваша цель. Или вы просто хотите облегчить свое тело, или вы хотите убрать какую-то болезнь в организме, или вы хотите уйти свой образ жизни с этого момента раз и навсегда дальше, вы переходите с более тяжелой пищи на более легкую, вегетарианскую, или сыроедческую. Или есть люди, которые там мечтают и очень стремятся к проноедению. На самом деле это определенные уровни уже развития сознания вашего. Если вы достигаете такого уровня очистки и баланса внутреннего психической энергии, эмоциональной, ментальной энергии, это все уровни должны быть у вас в балансе. Когда они в балансе, вы уходите от зависимости, от зависимости определенной пищи, определенных вкусовых параметров, определенных, можно сказать, даже ментальных программ. Потому что вы в какой-то степени прикрепляетесь мыслями к продукту, не так к его вкусу, а может быть к его эмоциональному состоянию. Вот один продукт, он может держать в себе какую-то память, впечатления, которые были вами когда-то приняты. Например, простой пирожок, который вы когда-то любили, и его делал ваш бабушка, вы привязываетесь не к продукту, а к тому эмоциональному состоянию, которое было заложено бабушкой, когда она первый раз вам его сделала. И вот эта программа, казалось бы, мы кушаем продукт, но мы кушаем эмоции. Мы кушаем то состояние, которое было вложено любовью близкого человека. И в какой-то степени я буду вам рассказывать, как можно переносить эти энергии эмоциональные на другие продукты, перестраивать ваше сознание. Потому что, чтобы что-то убрать с организма, нужно на это место поставить замену. Есть такой закон подсознания, закон замены. Если вы не будете понимать этот закон, то очень быстро вы вернетесь в старое и предыдущее состояние. Организм по привычке будет притягивать те же самые опыты, ту же энергию. И когда мы строим алгоритм, который даёт возможность, в первую очередь, найти замену этому продукту, найти замену этому состоянию эмоциональному, найти замену этой мысли, которая была, только тогда вы реально перестраиваете своё тело к переходу в четвёртое измерение. Потому что тема нашего разговора и в нашей группе, которую я читаю, и в первой группе по очистке тела, которую я буду вести в ближайшее время, это 10-го числа, мы начинаем на две недели. Я в конце немножко вам расскажу ещё об этом. Как раз эти темы, они связаны все с переходом в четвёртое измерение. Как человеку в реальном физическом мире, казалось бы, в физическом теле, перейти в четвёртое измерение и в дальнейшем мы будем готовиться к переходу в пятое. Очень важные вопросы я затрону в группе о том, как можно увеличить свою, под конец хотел сказать, возраст, возраст в плане молодости и в плане жизни. Потому что наш возраст зависит не от количества дней, проживаемых здесь, а зависит от уровня осознанности. Вы можете эволюционировать в течение месяца на 20-30 лет. Вы можете в течение года эволюционировать на 500 лет. Если вы будете понимать, что такое осознанность, что такое наполнение, что такое проживание жизни через клетки, через органы, через определённое расширение ваших энергетических полей, вы будете очень быстро набирать такие показатели, как коэффициент осознанности. Это очень высокие параметры, о которых я буду рассказывать в группе. Итак, в ближайшее время, на следующей даже, можно сказать, неделе, 10-го числа, будет у нас проходить группа по очистке тела. И я буду рассказывать, затрагивать такие системы организма, как ЖКТ, как лимфатическую систему, кровеносную систему, нервную систему, систему покровную, токупную систему. Это всё связано с нашими внутренними органами, и баланс проявляется именно вовне тела, вовне то, что происходит у вас снаружи, то находится внутри. Это классическая, вы знаете, такая поговорка. И она подтверждает один из вселенских законов, который называется «то, что внутри, то есть снаружи, что снаружи, то и внутри». Вот эта закономерность, она будет мной объясняться и показываться, как это будет проходить через все группы обучения. Вот это очень важно. На сегодня всё. То, что я хотел передать, передаю слово ещё Ярославу. Да, Ярослав, благодарю тебя. Я хотел добавить то, что я уже сказал. Да, мы говорим, что форма влияет на содержание, также содержание влияет на форму. Поскольку мы говорим о подготовке, прежде всего, для того, чтобы перейти на новое измерение, новые частоты, высокие частоты, нужно поменять свои вибрации. А вибрация меняется нашим телом, от тела зависит вибрация уже и ума. Или наоборот, то есть форма влияет на содержание, что внутри, также содержание влияет на форму. Это взаимосвязанный процесс. И меняя содержание своего тела, это как генератор частот, как динамик, который излучает звуки, мы тем самым можем поменять частоты своего разума, вибрации, которые мы излучаем, и присоединиться к пространству высоких частот. Вот это очень важный момент. И еще, друзья, наверняка многие из вас пытались, те, кто вегетарианец, на сыроедение, хотели перейти на веганство полностью. У многих наверняка были откаты. И вот причина откатов, как мы понимаем сегодня из нашей практики, я понимаю, это то, что этот процесс должен быть проходить последовательно, постепенно, постоянно, практикуя, получать позитив. Формула успеха 5П. И нужно понимать причину этого процесса, почему мы отскакиваем, почему люди чувствуют чувство голода постоянно, когда резко начал переходить на другой режим питания, когда ты это делаешь неправильно, когда ты это делаешь не по системе, а вот просто решил, да, сейчас все брошаю и полностью перехожу в новое питание. Суть в том, что вкратце, Велеслав более подробно об этом будет рассказывать на своих курсах, и у него есть специальная система, которая позволяет организму подготовиться плавно, последовательно, постепенно, постоянно, практикуя, получаешь радость от процесса, удовольствие, наполнение, у тебя нет чувства голода, ты чувствуешь себя комфортно с тем, что ты сейчас делаешь, то, какой ты есть. И простой пример, почему происходит откат. У нас в желудочно-кишечном тракте есть разные флоры, разные бактерии. И когда мы кушаем варенку, обычную пищу, у нас патогенная флора преобладает. И она не приспособлена для того, чтобы переваривать сырую пищу, вегетарианскую пищу в том большом, когда вы полностью сразу начинаете бросать туда только вегетарианскую пищу, только сырое. Организм чувствует нехватку калорий. И вот чтобы это, благодаря вот этому, то есть организм чувствует нехватку калорий, он умирает с голоду, он откатывается назад к тому, что он уже привык, к тому, что он может переварить. И вот для того, чтобы у вас этого не было, нужно и сделать такой последовательный, постепенный, постоянный переход на новый режим. И это делать нужно под руководством квалифицированного специалиста, который сам это прошел по определенной системе. То есть идея какая? Заменить флору патогенную на флору, которая переваривает флоры в нашем кишечнике, которая способна переваривать нашу новую пищу, чистую вегетарианскую пищу, и получать от этого энергию, жизненную энергию. Вот это, что я хотел добавить, что-то еще хочешь добавить? Ну, я думаю, достаточно. Больше информации можно будет уже в группе. Первая встреча у нас будет во вторник, в 6 часов вечера, 9 числа. И я всем людям, которые проявят желание попасть в группу, я более конкретно расскажу, чем будем заниматься, какие будут определенные время провождения этого, какие будут методики. Я, в общем, расскажу больше систему. И я очень хочу такой момент уточнить, что моя задача людям помочь в этом, потому что есть опыт, есть знания. И задача в большей части научить новым привычкам, новым состояниям восприятия. Потому что мы должны заменить в себе какие-то старые привычки на какие-то новые. И вот эти новые привычки, отношения к идее, к питью, к определенным занятиям, это есть изменение ментального поля человека, это есть его уже восприятие. И когда человек будет меняться с верхних уровней, ему легче будет сделать это здесь, потому что много людей, начиная очистить тело, голодать, они имеют короткий промежуток, как бы цели, к которым приходят. Просто чтобы меньше кушать, или чтобы лучше чувствовался, не болел организм как-то, не болел. На самом деле причина должна быть намного глубже, намного масштабнее идея, к которой вы идете. Мотивация, которая должна двигать человека. Мотивация должна быть с более высоких параметров понимания, а не просто я могу не кушать три дня, или я могу не пить воду неделю. И все, заканчивается этот промежуток, и человек начинает кушать, пить, и возвращается к тому же образу жизни. Это на самом деле намного стрессовее для организма, чем то, что вы будете постепенно, рационально подходить и планировать это все изменение. Вы должны кардинально измениться подачей и продуктов, и энергии, потому что я буду рассказывать о том, как в наше поле попадают другие виды энергии, эфирные, астральные, ментальные, как они влияют на наш организм, на наш желудок. Это тоже все немножко более глубокие уровни. Поэтому группа по очистке, там идет это не просто начальный этап, это очень глубокие векторы дальнейшего развития, как бы программирования вашего тела на самореализацию, на трансформацию, на очистку, на эволюционное развитие. Вот это очень важно, чтобы люди понимали. Сколько дней будет длиться твой курс? Смотрите, курс длится, там есть три группы. Первая группа будет длиться две недели, потом идет неделя перерыв, в следующие две недели снова идет курс второй, и через неделю перерыв опять, и еще две недели. В среднем это получается порядка двух месяцев курс. Каждая группа будет проходить каждый день утром, это порядка 30-40 минут. Я буду выходить на связь в прямом эфире, вот так вот, может быть даже в аудиорежиме, но вживую будете меня слышать. Можете задавать вопросы, можете делиться то, что с вами происходит, что вы почувствовали, и эту информацию будут слышать все остальные в группе, и они будут вам подсказывать, может, через свой жизненный опыт. Где-то я буду корректировать, если будет какая-то ситуация непонятная для многих людей, тогда я буду поддерживать, подсказывать. Но задача людей держать вместе, чтобы в этом общем поле вы смогли наладить такие энергетические связи между собой и помочь друг другу, потому что через помощь, через доверие, через восприятие внутренних задач, одинаковых задач и общей цели мы будем стремиться к саморазвитию и расширению своего поля, своего сознания и подготавливаться к переходу в четвертое измерение. Я буду это все вещи вам рассказывать, потому что много людей говорят, что там уже сейчас и четвертое, и пятое есть, и шестое некоторые слышат. Да, это все есть, я вам скажу. Я очень часто в них двигаюсь, я перемещаюсь в эти пространства, ощущаю, как это происходит, но большую часть людей просто слышат и говорят по наслышке, что это есть. Но на самом деле это нужно перепрожить каждому. Вы должны каждый почувствовать, как это быть в четвертом измерении, как это подготавливаться к нему. Но мы сейчас не можем резко перейти и остаться в четвертом измерении. Мы как бы, как, можно сказать, проводники, пока мы двигаемся между этим измерением, мы можем вести людей туда, возвращаться обратно. Мы постоянно двигаемся, потому что для того, чтобы находиться в четвертом измерении, постоянно нужно очень сильно вибрировать, и тело должно соответствовать тем частотам. Там уже не допускается возвращение, если вы полностью в четвертом измерении, не допускается возвращение в 3D. Вы уже находитесь в другом пространстве. Вы четко устремлены в пять измерений. Я это все вещи рассказываю в группе, как это происходит. Поэтому я жду всех слушателей, буду давать самые-самые свежие озарения, самые свежие свои практические, теоретические опыты, которые будут не только вам давать помощь для вашего тела, но и давать помощь развитию и расширению вашего сознания. Это на самом деле очень важно. Для души как раз важнее всего расширить свою осознанность, расширить свой диапазон восприятия этого мира. Вот это у нас опыт и заключается в наших душах. Всем удачи и до встречи на курсах. И что я хочу добавить еще, к тому, что Велислав сказал. Друзья, для того, чтобы... Почему происходит, когда люди прошли какой-то тренинг, потом вернулись в свое пространство, в свое старое пространство, где они были, и, как правило, то же самое происходит, через быстрое время происходит откат. Почему? Потому что нету поддержки, должна быть мотивация, ты должен находиться в этих вибрациях. Ты пошел на курс очистки, ты поменял свои вибрации, и тебе нужно дальше эти вибрации поддерживать и повышать. Для этого нужно находиться в пространстве, где люди звучат на твоей вибрации. И вот общаясь в группе Велислава, единомышленников, людей, которые целенаправленно работают на повышение своих вибраций, этот процесс не заканчивается с прохождением курса очистки. Я так знаю, что там дальше курсы уже есть, да, другие группы есть уже. То есть, в мое понимание, этот первый курс очистки, это как первая ступенька, знаете, к новобранцу в армию, чтобы начать осваивать технику на высших уровнях, и он проходит карантин. Проходит карантин в 6 месяцев, чтобы адаптироваться. Так же самое здесь, для того, чтобы начать работать с высшими вибрациями, высшим пониманием, уже на уровне ума, общаться с единомышленниками, где ты постоянно в этих частотах, нужно подготовить тело. Как вот на нашей полной практике прощения, для того, чтобы начать освобождаться от агрессии, от эмоций негативных, нужно сначала успокоить тело, очистить тело от того негатива, который накопил из многих лет. Так же здесь, этот курс, он помогает, передоим, очищает твое тело, и очистив свое тело, ты уже можешь трезво мыслить. Ну, можно сейчас сравнить метафору алкоголика, да? Если человек в алкоголе, ну, надо почистить тело, вытрезвиться, только затем с ним можно говорить о чем-то в высоких вибрациях. Так же и здесь. Поэтому, друзья, смотрите на это, как на возможность быть постоянно в этих вибрациях и повышаться. И это первый шаг на пути к просветлению, на пути к пробуждению, поднятия себя к высшим вибрациям, очистив тело. Очистив тело, мы очищаем разум и поднимаемся на высокие частоты. Вячеслав, я тебя благодарю. Друзья, описание, описание, контактная вся информация будет в видео. Еще раз напоминаем, начало, скажи, пожалуйста, еще раз, когда начало? Начало самого курса у нас будет 10 числа, в 7 часов вечера. А предначало, можно сказать, встреча, наше знакомство, будет 9 числа в 6 часов вечера. Но мы сбросим эту информацию, вы можете прочитать более четко, о чем мы будем говорить вначале, в первой группе. И я вам расскажу весь план действий дальнейшего на весь курс, который мы будем проходить. Общение будет проходить в скапе, я понимаю, да? Да, встреча будет в скапе, будут видеосвязь, будет, возможно, аудиосвязь какие-то, все будет в записи, все можно переслушать, если вы не успеете, например, там, на утреннюю нашу встречу. Утренние встречи будут длиться, там, 30-40 минут. Это обычно с 7 утра или с 7.30. Все это будут записи, поэтому не переживайте, если вы где-то будете опаздывать или не успевать, или там некоторые говорят, ну, мы проспали, извини, это нормальный процесс, потому что наша задача здесь уже перестроить привычки, научиться просыпаться раньше, научиться систематизировать себя, подготавливать к целому дню, потому что я буду рассказывать, что такое зарядка, потому что много людей думают, что зарядка – это просто сделать определенные физические упражнения, зарядка – это, можно больше сказать, что это дается энергия свыше вам на целый день, вас заряжают как батарейку, вас заряжают на этот день, чтобы вы могли функционировать, работать, поэтому здесь глубина слова «зарядка» имеет намного больше параметра и намного больше глубину. И я буду рассказывать, как себя зарядить на целый день, чтобы у вас было силы до вечера быть активным и быть жизнерадостным и всегда быть наполненным. Вот это основное, что нужно предать. Все остальное мы... Значит, 9 февраля в 19.00 будет первое вводное занятие, ориентировочное занятие, ориентировка на курс, который начнется 10 февраля в 19.00. Серьезно? Да, смотри, я немножко уточню. 10 числа у нас начнется курс утром в 7 утра, а 9 числа мы вечером встречаемся в 6 вечера, чтобы мы подготовились, как мы будем утром встречаться, мы познакомимся, это будет встреча, это я расскажу, что будет происходить, как это все будет. Поэтому первая встреча у нас вечером, в 6 часов вечера 9-го, и уже 10 числа утром, в 7 утра мы уже начинаем курс. Отлично. Супер. Все, друзья, кому отзывается, кто готов повышать свои вибрации, и вы чувствуете, что в этом есть глубокая необходимость, добро пожаловать. Описание, контактная информация, все ссылочки на связь с Велеславом на первое вводное занятие 9-го февраля в 18 часов будет в описании этого видео. Всем любви и радости, друзья, живите в благости. Мы вместе расширяем пространство и наполняемся. GreenMindLife. Благодарю тебя. Самосто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова